Турецкий язык, урок номер 16, глаголы, филер. Ну вот, наконец-то мы дошли до глаголов в турецком языке. Глагол это важная часть, элемент нашей речи, без которого мы просто не сможем объяснить все, что мы хотели бы. И поэтому давайте посмотрим про структуру глаголов в турецком языке. Неопределенная форма глаголов в турецком языке образуется при помощи аффиксов «мак» и «мек», которые присоединяются к корню или к основе глагола. Аффиксы присоединяются по правилу гармонии гласных. Если у нас твердая гласная «а», «ы», «о» или «у», значит мы присоединяем аффикс «мак». И если у нас мягкая гласная «э», «и», «э» или «ю», значит присоединяем аффикс «мек». Возьмем несколько примеров. Для начала это у нас будут простые глаголы. Читать. Оку мак. Писать. Язмак. Бегать. Кош мак. Прыгать. Зыпла мак. Смотреть. Бак мак. Слушать. Динлемек. Брать. Алмак. Давать. Вермек. Знать. Бильмек. Уходить. Гитмек. Приходить. Гельмек. Приносить. Гетермек. Как вы видите, корни глаголов в турецком языке в основном бывают одна или двух сложные, то есть состоят из одного или двух слогов. Дальше. У нас есть такое понятие, как составные глаголы. Составные глаголы образуются при помощи слова, это может быть слово существительным или прилагательным и вспомогательным глаголом. Вспомогательные глаголы, это такие глаголы, как ябмак, этмек, олмак, чекмек, кылмак и еще несколько других глаголов, но вот эти вот пять глаголов это самые наиболее распространенные, которые используются в составных глаголах. Они практически все обозначают слово делать или делать какое-то действие. И вот посмотрим, если мы на составные глаголы. Для примера. Шака ябмак. Шака это переводится как шутка. Ябмак делать. То есть дословно переводим как делать шутку, но на русский переводим как шутить. Шака ябмак. Или слово тэшэкюр этмек. Тэшэкюр, как вы знаете, это спасибо или благодарность. Получается тэшэкюр этмек. Делать благодарность или благодарить. Кабуль этмек. Кабуль принимаемая. Кабуль этмек. Делать принимание. То есть принимать. Мемнун этмек. Мемнун довольных. Мемнун этмек. Делать довольным или ублажать. Ярдым этмек. Ярдым. Помощь. Ярдым этмек. Делать помощь. Помогать. Далее таким же образом. Баньо япмак. Значит принимать душ. Хаста олмак. Хаста слово переводится как больной. Олмак быть. То есть быть больным. Или правильно перевести заболеть. Заболевать. Кавалты япмак. Завтракать. Дословно делать завтрак. Каит этмек. Делать запись. Или зарегистрировать. Мечбург илмак. Принудить. Далее. В некоторых составных глаголах у нас происходит слияние. Слияние это когда слово и вспомогательный глагол сливаются в одно слово. Например. Каип олмак. Каип. Потерянный. Олмак быть. Каип олмак. Быть потерянным. Или потеряться. У нас этот глагол может писаться как отдельно. То есть каип олмак. Также он может сливаться вместе. И получаем каип олмак. Здесь у нас еще происходит два фонатического действия. Это выпадение гласной и. Это по правилу выпадения. В двух сложных словах. Вторая гласная выпадает. И поэтому у нас каип олмак. Кроме этого у нас происходит озвончение буквы пер. Букву б. И поэтому мы получаем каип олмак. Дальше. Каип олмак. Зарегистрировать. Когда у нас происходит слияние. Получаем каип олмак. Каип олмак. Здесь также у нас выпадение гласной и. И озвончение согласной т. Согласную д. Получаем каип олмак. Сабыр олмак. Делать терпение дословно. А правильно. Терпеть. Происходит слияние. И получаем сабр олмак. Здесь также у нас происходит выпадение гласной и. Сеир олмак. Делать наблюдение. Или наблюдать. Происходит слияние. Слово сеир олмак. Наблюдать. Дальше. Кешиф этмек. Делать. Исследование. Или исследовать. При слиянии получаем кешиф этмек. Кешиф этмек. Исследовать. Также в некоторых составных глаголах при слиянии происходит удвоение согласной буквы. Это чаще всего бывает с глухими согласными, когда слово у нас односложное. Например, аф этмек. Аф. Прощение. Аф этмек. Делать прощение. Или прощать. И когда мы соединяем, у нас получается аф этмек. С двумя буквами фе. Или хисэтмек. Делать чувство. Чувствовать. Хисэтмек. Чувствовать. Здесь у нас тоже происходит удвоение согласной буквы се. Хисэтмек. Теперь смотрим глагольные аффиксы. Что такое глагольные аффиксы? Это аффиксы, которые присоединяются к корню глагола. И после соединения этого аффикса может поменяться полностью значение этого глагола. Хотя по смыслу оно все равно будет соединяться где-то с основным корнем. Посмотрим несколько примеров. Слово язмек. Писать. Вот мы добавляем аффикс глагольный ил. Получаем язмек. Что уже означает записываться или записаться. Также вы должны знать, что в турецком языке неопределенная форма бывает одного вида. Если в русском языке есть две формы неопределенной. Это незавершенная и завершенная. Например, на вопрос «что делать?», то есть незавершенная и неопределенная форма, мы говорим «записываться». И «что сделать?», то есть уже завершенная и неопределенная форма. Записаться. То в турецком языке и записываться, и записаться будет одинаково. Язмек. Поэтому, когда переводим на русский язык, может быть два варианта перевода. Это нужно смотреть в контексте предложения, текста, как правильно нужно перевести. Посмотрим дальше. Добавляем глагольный аффикс «ыш». Получаем язмек, что означает переписываться, с кем-то переписываться. Дальше у нас аффикс «дыр». Получаем яздырмак. Яздырмак – это заставить писать. Когда не вы пишете, а вы кого-то просите или заставляете написать за вас. Также слово яздырмак может означать «печатать в принтере». То есть, когда вы в принтере на принтер отправляете, вы принтеру говорите «яздыр, напечатай». И получаем яздырмак заставить кого-то сделать действие, писать за вас. Сейчас уже кроме писать мы еще и печатаем. В принтере вы заставили распечатать, написать как бы за вас. Поэтому слово яздырмак. Слово яздыртмак. Здесь кроме аффикса «дыр» еще добавляется аффикс «те». Получаем яздыртмак – это когда мы заставляем кого-то, чтобы он заставил записать то, что мы его просим. То есть, такая цепочка. Получаем слово яздыртмак. Или, например, глагол «севмек», что обозначает «любить». Аффикс «иль» и получаем «севильмек», что переводится «быть любимым». Добавляем аффикс «ин» и получаем «севинмек», что уже переводится как «радоваться». Добавляем аффикс «иш», получаем «севишмек», что обозначает «любить друг друга» или «заниматься любовью». Или добавляем аффикс «дир», получаем «севдерьмек», что будет у нас переводиться «заставить любить». Заставить кого-то любить себя. Как вы видите, добавляя глагольные аффиксы к корню глагола, мы получаем разные значения глаголов. И вот корень плюс аффикс глагольный – это у нас уже идет основа глагола. Вы должны правильно понимать, где у нас основа, где у нас корень глагола. Кроме этого, не все глагольные аффиксы подходят ко всем корням глагольным. Разные группы глагольных аффиксов подходят для определенных глаголов. И в дальнейшем с практикой, с изучением языка вы это увидите. Теперь посмотрим, как мы строим отрицательную форму глаголов. Отрицательная форма глаголов образуется при помощи аффиксов или отрицательных частиц «ма» и «ме», которые присоединяются к корню глагола или к основе глагола. Возьмем несколько примеров. Глагол у нас был «окумак» – «читать». Мы между корнем и аффиксом неопозеленной формы ставим отрицательную частицу «ма». Здесь точно так же действуют правила гармонии, по правилам гармонии. Получаем «окумамак» – «не читать», «язмак» – «писать», «язмамак» – «не писать», «кошмамак» – «не бегать», «зыпламамак» – «не прыгать», «бакмамак» – «не смотреть». «Тинлемемек» – «не слушать», «алмамак» – «не брать», «вермемек» – «не давать», «бильмемек» – «не знать», «гитмемек» – «не уходить», «гельмемек» – «не приходить» и «кетирмемек» – «не приносить». Я думаю, что здесь все понятно. Если у нас есть еще глагольный аффикс, например, слово «язмамак» – «записываться», то мы ставим отрицательную частицу уже после вот этих глагольных аффиксов и получаем «язмамак» – «не записываться». Не забываем, что отрицательная частица или отрицательный аффикс «маме» присоединяем как к корню, так и к основе, а не между ними. На этом сегодняшний урок вступительный о глаголах закончен. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok